Доброго времени суток! Запомните этих муравьев. Это Сленопсис Фугакс, главный герой дальнейшего повествования. Немного предыстории. Мало кто может похвастаться колонией в тысячи и более голов. Обычно это какие-нибудь мессеры, тетрамориумы или компонатусы с южных земель. Крупная колония это здоровая и сильная семья с продуктивной маточной составляющей. Вехой в содержании муравьев является выведение крылатого репродуктивного потомства с последующим искусственным лётом. Не путайте данные события с крахом колонии, когда отчаявшиеся рабочие начинают клепать крылатых самцов из-за сбоя в системе матка-феромон. Так вот, владельцев тысячных колоний всего пара десятков. Среди них есть те счастливчики, которые обладают огромной колонией Лазиус Нигер. Это именно тот муравей, с которого начинают большинство. Его легко найти. Садовые муравья обитают чуть ли не в каждом уголке СНГ. Ну, кроме Крайнего Севера, конечно же. Матку заиметь просто. Массовый лёд проходит несколько раз за сезон. Лично я собираю по паре сотен штук на корм своей живности. Не судите строго, в природе они умирают куда в больших масштабах. Колонии растут быстро, зимовка не обязательно, едят всё подряд. Идеальный выбор для новичка, который хочет попробовать себя в мирмекиперстве. Моя колония росла именно для того, чтобы стать тысячной. Дабы самоотвердиться и всем говорить, а вот могу, могу и всё. Мало кому удается такое. А всё почему? Лазиус Нигер интересный только поначалу. Развивается лунообразно, то куча расплода и животный аппетит, то пару личинок и изредка попить сиропа. Да и многие киперы просто теряют интерес, переключившись на более видные виды. Вы, наверное, спросите, Максим, а где твоя колония? Ты что, стал таким же, как и другие? Нет, моя колония процветала и жила полной жизнью. Насчитывала около полутора сотни особей, толстую матку и кучу личинок. Но однажды пришёл муравейвор и съел часть расплода. А матка умерла то ли с горя, то ли её убили. Всё смутно и непонятно. И вот, наконец, мы вернулись к тому моменту, откуда начали. Хитрый ты муравей Фугакс. Желтожопый, блин. Был бы ты человек, Фугакс. Твои личинки лежат, Фугакс, где-нибудь, блин. А они, наверное, учатся, не пойми где, блин. Ну, посыл вы поняли. Муравейвор. Насвание ему дали не случайно. Рабочий от 1 до 1,5 мм светло-жёлтого цвета. Однако матка немного крупнее. 6 мм и более тёмная. Чёрный таракс и коричневое брюшко. Обычно его раздувают от зреющих яиц и из опасных веществ. И оно становится полосатым. В природе являются полупаразитным видом. Объясню почему. Из-за маленького размера и специфичных особенностей поведения муравьи не способны охотиться или заниматься собирательством. Как падальщиков их рассматривать трудно. Они селятся рядом с крупными колониями других муравьёв, прокапываются в ходы бедолаг и начинают партизанскую войну с молодым поколением хозяев. Маленький размер и неприметность дают возможность совершать набеги безнаказанными. Гемолимфы личинок богаты питательными элементами. Подходи и ешь. В таком фастфуде быстро растут родные личинки. А небольшой размер и морфологическое единообразие рабочих говорит о том, что время инкубации не так велико. Как же относятся к другим муравьи к такой наглости? Да, дровным счётом никак. Ну пропала личинка, пропали две, вот ещё сотни растёт, ничего страшного. В семье фугаксов может оживаться несколько самок. В природных колониях можно встретить до нескольких десятков репродуктивных особей. По этой причине рабочих воспроизводится много. Но срок жизни обычных работяг не так велик. Всё взаимосвязано. Лёд происходит в конце лета. В нашей местности он приходится ровно на лёд лазиусов и мермик. Обычно отлетевшие матки коперируются в какой-нибудь полости вблизи крупного муравейника другого вида. И консервируют вход в гнездо до появления первых рабочих. В этот период матки всех видов наиболее уязвимы. Переворачивая камни, можно найти места забоя десятков маток какими-нибудь тетрамориумами. Кооперация в муравьином обществе очень полезна, особенно для маток фугаксов. Так как они очень неуклюжи. Плюс к этому вводится много потомства. Это происходит быстрее, а значит с ухода за личинками и куколками можно переключиться на откладывание большего количества яиц. Из которых выйдет ещё больше потомства, который принесёт ещё больше пищи для нового поколения. Интересно кстати то, что личинку в инкубаторе сложили дальше от влажного тампона. А куколок положили ближе. Видно чёткое разделение. Расплот кстати ещё используют как ложа для матки. Кормить этих пуровьёв не сложно, главное не забывать. Баловать личинками можно, но в таком количестве не напасёшься. Поэтому удобнее давать целую куколку мучника или пару куколок знахря. У окуклившихся личинок содержимое нежнее и удобно прогрызается муравьями. Насчёт самих же личинок, то только придавленных. Так как охотники из фугаксов никакие. Фрукты и сироп едят, но всё же не так охотно, как нежную беззащитную плоть. Муравьи по своей сущности вполне обычные. Не стоит ждать от них какого-нибудь чуда. У меня охотники очень мелкие, медленные. Если ещё и заводить, то только ради того, чтобы завести, не иначе. Новичкам не советую, лучше начните с чёрных садовых. Они дают хорошую базу знаний, опыт и представление муравья. Надеюсь, это видео было полезным и вы узнали что-то новое. Лучшая благодарность автору – это лайк и подписка. Берегите ниггеров. Субтитры создавал DimaTorzok